Тайная доктрина Тайная доктрина Синтез науки, религии и философии Предисловие Этот труд я посвящаю всем истинным теософам, каждой страны и каждой расы, ибо они вызвали его, и для них он написан. Елена Петровна Блаватская Лондон Октябрь 1888 года Итак, отдел второй. Современные физики играют в жмурки. Теперь оккультизм ставит науке вопрос. Есть ли свет тела или же нет? Каков бы ни был ответ науки, оккультизм готов доказать, что до сего дня даже самые выдающиеся ученые физики не имели истинного знания по этому предмету. Для того, чтобы знать, что есть свет и есть ли он на самом деле, вещество или же простое волнообразное движение, в кавычках эфирной среды, наука должна прежде всего узнать, что есть в действительности материя, атом, эфир и сила. Истина в том, что наука ничего не знает ни об одном из них и признает свое невидение. Ученые даже не могут согласиться, во что им верить, ибо дюжины гипотез, касающихся одного и того же предмета, исходящие из различных и весьма выдающихся ученых, враждебны одна другой и часто противоречивы. Таким образом, их научные соображения могут при некоторой доле доброжелательства быть приняты как рабочие гипотезы второстепенного значения по выражению «стало». Но, будучи радикально несовместимы одна с другой, они должны будут в конце концов взаимно уничтожить себя. Как говорит один из авторов, не следует забывать, что различные отделы науки – суть просто произвольные произведения науки, взятой целым. В этих различных отделах один и тот же физический объект может быть рассматриваем в различных видах. Физик может изучать его молекулярные отношения, тогда как химик определяет его атомное строение. Но когда оба они имеют дело с одним и тем же элементом или посредником, этот объект не может иметь один комплекс качеств в области физики и другой комплекс противоположных качеств в химии. Если физик и химик одинаково допускают существование ультимативных атомов, абсолютно неизменных в объеме и весе, то атом не может быть кубом или сплющенным сфероидом для физических целей и сфероидом для химических. Группа постоянных атомов не может быть в тигле или реторте агрегатом масс, имеющих протяжение и абсолютно инертных и непроницаемых, и в то же время быть лишь системой простых центров сил, как часть магнита или же Хлемонда. Универсальный эфир не может быть пластичным и подвижным в угоду химику и тугоупругим для нужд физика. Можно также привести слова известного физика Герна, говорящего то же самое в 43-м томе мемуаров Бельгийской Королевской Академии, которые мы переводим с французского. Когда видим уверенность, с которой сейчас утверждаются доктрины, приписывающие коллективность, универсальность феноменов одним только движением атома, мы вправе ожидать встретить подобное же единогласие в отношении качеств, приписываемых этой единственной сущности, основе всего существующего. Итак, при первом исследовании, предложенных специальных систем, мы испытываем самое страшное разочарование. Мы убеждаемся, что атом химика, атом физика, атом метафизика и математика не имеют между собой абсолютно ничего общего за исключением наименования. Этот неизбежный результат заключается в существующем подразделении наших наук, из которых каждая ограждена своей собственной областью. И потому строит атом, удовлетворяющий требования тех феноменов, которые они изучают, нисколько не заботясь о требованиях, которые предъявляют феномены соседней области. Метафизик отвергает принципы притяжения и отталкивания, как фантазию. Математик, анализирующий законы упругости, законы распространения света, принимает их слепо, даже не называя их. Химик не может объяснить группирование атомов-молекулы, часто очень сложные, не приписывая своим атомам специфических качеств, отличающих их. Для физика и метафизика сторонников современных учений, атом напротив того является всюду и всегда тем же самым. Что говорю я? Нет даже согласия в одной и той же науке по вопросу о свойствах атома. Каждый строит атом согласно своей фантазии, для объяснения какого-либо определенного явления, которым он особенно заинтересован. В вашей приведенной есть фотографически точное изображение современной науки и физики. Преднамеренность этой непрестанной игры научного воображения, которая так часто встречается в красноречивых рассуждениях профессора Тиндаля, действительно очевидна, как это указывается стало. И в отношении противоречивого разнообразия далеко оставляют за собой все фантазии оккультизма. Но во всяком случае, если признано, что физические теории являются лишь чисто формальными, объяснительными, дидактическими измышлениями, и если по словам одного из критиков того же стало, атомизм есть лишь символическая или графическая система, то едва ли можно утверждать, что оккультист заходит слишком далеко, когда он ставит рядом с этими измышлениями и символическими системами современной науки символы и измышления архаических учений. Конечно, свет не есть тело, говорят нам. Физические науки говорят, что свет есть сила, вибрация, волнообразное колебание эфира. Это есть свойство или качество материи, или даже аффекция ее, но никогда не тело. Именно так, этим открытием, знанием, какова бы ни была его ценность, что свет или калорий, теплота не есть в движении материальных частиц, наука обязана главным образом, если не единственно, сэру Ульяму Грову. Он первый в докладе, сделанном в Лондонском институте в 1842 году, доказал, что теплота, свет, могут быть рассматриваемы как аффекции самой материи, а не как отличный от нее эфирный, невесомый флюид, теперешнее состояние материи, проникающий ее. Однако, может быть, для некоторых физиков, как, например, Эрстеда, весьма выдающегося ученого, сила и силы были в сущности дух, и, следовательно, духи природы. Несколько ученых мистического склада ума утверждали, что свет, тепло, магнетизм, электричество и тяготение и прочее не были конечными причинами видимых феноменов, включая движение планет, но сами были второстепенными следствиями других причин, которыми наука наших дней очень мало интересуется, но в которые верит оккультизм, ибо оккультисты являли доказательство своих утверждений во все века, и разве был век, в котором не было бы оккультистов и адептов? Сэр Исаак Ньютон придерживался корпускулярной теории пифагорейцев и был даже склонен допустить ее последствия. Одно время это дало надежду графу Де Местеру, что Ньютон, в конце концов, приведет науку к признанию факта, что силы и небесные тела приводятся в движение и руководимы разумами. Но господин Де Местер обманулся в своих расчетах. Сокровеннейшие мысли и идеи Ньютона были извращены, и из его большого математического знания получила признание лишь одна физическая шелуха. Согласно одному атеистическому идеалисту, далее цитата, «Когда сэр Исаак в 1687 году доказал действие на массу и атом, врожденную в них деятельностью, он действительно устранил дух, анима или божество, как нечто излишнее». Цитата завершена. «Если бы бедный сэр Исаак мог предвидеть, какое употребление сделают его ученики и последователи из его тяготения, этот благочестивый религиозный человек, конечно, спокойно съел бы свое яблоко и никогда не заикался бы ни о каких механических теориях, подсказанных его падением». Ученые высказывают величайшее презрение к метафизике вообще и в особенности в отношении онтологической метафизики. Но как только оккультисты становятся достаточно дерзновенными и поднимают свои приниженные головы, им удается доказать, что материалистическая физическая наука напитана метафизикой, что ее самые основные принципы, будучи неразрывно связаны с трансцендентализмом. Тем не менее, чтобы доказать, что современная наука порвала с подобными грезами, искажены и часто игнорируются в лабиринте противоречивых теорий и гипотез. Прекрасное подтверждение этому обвинению заключается в факте, что наука оказывается абсолютно вынужденной принять гипотетический эфир и попытаться объяснить его, оставаясь на материалистической почве атомомеханических законов. Эта попытка повела неудержимо к самым губительным противоречиям и коренным непоследовательностям между предполагаемой природой эфира и его физическим действием, поведением. Второе доказательство можно найти во многих противоречивых утверждениях, сделанных относительно атома, самого метафизического объекта в мироздании. Но что знает современная физическая наука об эфире, первое понятие которым бесспорно принадлежит древним философам? Ибо греки заимствовали его от арийцев, и происхождение современного эфира нужно искать в Акаше, ибо он есть ее искажение. Это искажение претендует на видоизменение и утончение идеи Лукреции. Потому рассмотрим теперь современные представления об эфире, подчеркнув их из нескольких научных томов, содержащих признание самих физиков. Эфир, греческий. У древних божественная святоносная субстанция, наполняющая всю Вселенную, а деяние высшего божества Зевса или Юпитера. У современных писателей эфир, о значении которого в физике и химии, смотрите словарь Вебстера или другой. В эзотеризме эфир есть третий принцип космической семиричности. Земля является низшим. Затем следует астральный свет. Эфир и Акаша – высший. Изучающие слишком склонны смешивать его с Акашей и астральным светом. Это ни то, ни другое в том смысле, в котором эфир описан физической наукой. Эфир есть материальный проводник, хотя до сих пор и не обнаружены ни одним физическим аппаратом, тогда как Акаша является определенно духовным проводником, идентичным в некотором смысле с анима мунди. В то время как астральный свет есть лишь седьмой и наивысший принцип земной атмосферы, также не обнаруживаемый, как и Акаша и настоящий эфир. Поскольку он принадлежит совсем другому плану. Седьмой принцип атмосферы Земли, как сказано, астральный свет, есть лишь второй на космической лестнице. Лестница космических сил, принципов и планов и эманаций на метафизическом и эволюции на физическом плане, есть космический змей, кусающий свой хвост. Змей, отражающий более высокого и отраженный, в свою очередь, более низким змеем. Кадуций рассказывает эту тайну и четверичный додекаэдр, по образу которого, по словам Платона, проявленный логос, синтезированный непроявленным первородным, построил Вселенную, дает геометрический ключ к возникновению и развитию космоса и его микрокосмического окражения нашей Земли. Акаша Санскрит Тонкая, сверхчувственная духовная сущность, наполняющая все пространство. Изначальная субстанция, ошибочно отождествленная с эфиром, но она относится к эфиру так же, как дух к материи, или Атма Камарупи. Фактически, она является всемирным пространством, в котором неотъемлемо заключена вечная мысль и основа Вселенной, в ее вечно изменяющихся аспектах на планах материи и объективности, из которого излучается первый логос, или выраженная мысль. Это причина того, почему в Пуранах указано, что Акаша имеет лишь один характерный признак, а именно звук, ибо звук есть не что иное, как переведенный символ логоса, речи, в ее мистическом смысле. Как доказывает Сталла, существование эфира принято в физической астрономии, в обычной физике и химии. Далее цитата. Астрономы первоначально рассматривали этот эфир как флюид чрезвычайной разряженности и подвижности, не являющий ощутимого сопротивления движениям небесных тел. И вопрос его беспрерывности или прерывности не был серьезно разбираем. В современной астрономии главной его функцией было служить основанием для гидродинамической теории тяготения. В физике этот флюид появился в течение некоторого времени в нескольких ролях в связи невесомыми. Причем некоторые физики пошли даже так далеко, что отождествели и эфир с одним или несколькими из них. Конец цитаты. Затем Сталла указывает на перемену, внесенную кинетическими теориями. Именно со времени возникновения динамической теории тепла эфир был избран в оптике как субстрат для световых волн колебаний. Затем для объяснения рассеивания и поляризации света физики принуждены были прибегнуть еще раз к своему научному воображению и немедленно наградили эфир А – атомным или молекулярным строением и Б – огромной упругостью, такой, что его сопротивление изменению формы далеко превышало сопротивление самых твердых упругих тел. Это вызвало необходимость теории об основном отсутствии непрерывности в материи и, следовательно, и эфира. Приняв это отсутствие беспрерывности для объяснения рассеивания и поляризации, были найдены теоретические невозможности подобного рассеивания. Научное воображение Коши смотрело в атомах материальные точки беспротяженности, и он предложил, чтобы отвратить самые чудовищные препятствия для теории волн, именно некоторые хорошо известные механические теоремы, стоявшие на пути. Принять, что эфирная среда распространения, вместо того, чтобы быть сплошной, состоит из частиц, разделенных ощутимыми расстояниями. Френель оказал ту же услугу по отношению к феноменам поляризации. Хёнд опрокинул теории обоих ученых. В настоящее время имеется ученый, который объясняет эти теории материально ошибочными, тогда как другие приверженцы теории атомно-механической цепляются за них с упортом отчаяния. Предположение атомного и молекулярного строения эфира опровергается, кроме того, и теории термодинамики, ибо Кларк Максуэль доказал, что подобная среда была бы просто газом. Таким образом, гипотеза определенных интервалов доказана не имеющей значения, как добавление к теории волн. Кроме того, затмения не обнаруживают никакого изменения в цвете, как это предположено Каши, на том основании, что грамматические лучи распространяются с различной скоростью. Астрономия указала на многие другие явления, абсолютно противоречащие этой теории. Таким образом, в то время как в одном отделе физики атомно-молекулярное строение эфира принято для объяснения особого ряда феноменов, в другом отделе утверждается, что подобное строение совершенно противоречит целому ряду хорошо установленных фактов. Так оправдывается обвинение Хирна. Химия считала, что далее цитата «невозможно допустить огромную упругость эфира, не лишая его тех свойств, от которых главным образом зависит его пригодность при построении теории химии». Цитата завершена. Это завершилось окончательным преображением эфира. Следующая цитата. «Требования атомомеханической теории привели выдающихся математиков и физиков в попытки заменить традиционные атомы материи особым видом вихревого движения в универсальной, однородной и сплошной материальной среде эфире». Цитата завершена. Автор этого труда не претендуя на большое научное образование, но лишь на посредственное ознакомление с современными теориями и на лучшее знание оккультных наук, находит оружие против улетели эзотерического учения в самом арсенале современной науки. Явные противоречия, взаимно уничтожающие гипотезы ученых мировой известности, их прения, их взаимные обвинения и изветы друг на друга ясно доказывают, что приняты или нет, оккультные теории имеют такое же право на внимание, как и любая из так называемых научных и академических гипотез. Потому не важно, решать ли сторонники принять эфир как сплошной или не сплошной флюид, ибо это совершенно безразлично для нашей настоящей цели. Это просто указывает на одну несомненность, а именно, что официальная наука ничего не знает о составе эфира. Пусть наука называет его материей, если желает, но как Акаша или как единый священный эфир греков, он не находим ни в одном из состояний материи, известных современной физики. Эта материя на совершенно ином плане познания и бытия, и она никогда не может быть анализирована научными аппаратами, не оценена, не даже представлена научным воображением, если только обладатели последнего не начнут изучать оккультные науки. Не же следующее подтверждает это. Сталва ясно доказывает положение мучительных противоречивых проблем физики. Тоже было сделано де катрифажем и некоторыми другими по отношению к проблемам антропологии и биологии и прочего. Именно в своих усилиях поддержать индивидуальные гипотезы и системы большинства выдающихся ученых, материалистов очень часто изрекающих величайшее заблуждение. Возьмем следующий случай. Большинство из них отвергает один из основных принципов в вопросе эфира или акаши в оккультизме, тогда как по справедливому замечанию Сталва не существует ни одного физического действия, которое при приближайшем наблюдении не обратилось бы в действии на расстоянии и он доказывает это. Так метафизические рассуждения согласно профессору Лонжу суть бессмысленные призывы к исследованию и он добавляет, что если подобный эксперимент не может быть мыслим, то он и не существует. Приводим его слова. Если высокоразвитый ум или же группа таких умов найдет, что теория относительно любого сравнительно простого основного явления абсолютно немыслима, это будет доказательством, что немысливое состояние вещей не имеет существования. Затем к концу лекции профессор указывает, что объяснение сцепления, так же как и тяготения, нужно искать теории вихревых атомов сэра Ульяма Томсона. Бесполезно останавливаться, чтобы спросить, не в этой ли теории вихревых атомов должны мы так же искать объяснение падению на землю первого зародыша жизни, оброненного проходящим метеором или кометою по теории сэра Ульяма Томсона. Но профессору Лоджи можно напомнить мудрую критику его лекции Сталла. Обратив внимание на вышеприведенное заявление профессора, автор спрашивает, далее цитата, «Не есть ли элементы теории вихревых атомов обычные или даже возможные факты опыта? Ибо если это не так, то ясно, что теория подлежит той же критике, которая уничтожила предположение о действии на расстоянии». Цитата завершена. Затем талантливый критик ясно доказывает, чем эфир не может быть и чем никогда не будет, несмотря на все научные утверждения о противном. Так он широко, хотя и бессознательно открывает двери нашим оккультным учениям, ибо, как он говорит, далее цитата, «Среда, в которой возникают вихревые вращения, согласно утверждениям самого профессора Лоджи, есть совершенно однородное, не сжимаемое, сплошное тело, не способное к разложению на простые элементы или атомы. В действительности оно сплошное, не молекулярное». Сделав это утверждение, профессор Лодж добавляет, «Не существует другого тела, в котором мы могли бы сказать это, и потому свойства эфира должны несколько разниться от свойств обыкновенной материи». Отсюда очевидно, что вся теория вихревых атомов, которая предполагается нам как замена метафизической теории действия на расстоянии, покоится на гипотезе существования материальной среды, совершенно неизвестной опыту и свойства которой несколько отличаются от свойств обыкновенной материи. Потому эта теория, вместо того, чтобы быть, как это претендуется, сведением незнакомого факта исследования к знакомому факту является наоборот сведением факта совершенно знакомого факту не только незнакомому, но и совершенно неизвестному, ненаблюдающему и недоступному наблюдению. Кроме того, предполагаемое вихревое движение эфирной среды, или вернее в ней самой, невозможно, ибо движение в совершенно в однородном, нежимаемом и потому сплошном флюиде не есть ощущаемое движение. Из этого ясно, что куда бы ни привела нас теория вихревых атомов, но, несомненно, она не приведет нас ни в область физики, ни в область для физической науки, являющейся иллюзорными причинами майи, для оккультистов наоборот. И я могу добавить, что раз гипотетическая, недифференцированная и не могущая быть дифференцированной среда ясно является непроизвольным переизданием старого антологического понятия чистой сущности, то обсуждающаяся теория имеет все признаки непостижимого метафизического призрака. Цитата завершена. Действительно в кавычках призрак, который можно постичь лишь с помощью оккультизма. От такой научной метафизики лишь один шаг до оккультизма. Те физики, которые придерживаются взгляда, что атомическое строение материи согласуется с ее проницаемостью, не должны далеко уклоняться от своего пути, чтобы найти объяснение величайшим феноменом оккультизма, так осмеянным сейчас учеными физиками и материалистами. Материальные точки беспротяженности Коши суть Монады Лейбница и в то же время являются материалом, при помощи которого в кавычках боги и другие невидимые силы облекаются в тела. Дезинтеграция и реинтеграция материальных частиц беспротяженности как главные факторы феноменальных проявлений должны были подсказать очевидную возможность своего существования по крайней мере тем немногим умам науки, которые принимают взгляды Коши. Ибо отбросив то свойство материи, которое они называют непроницаемостью и рассматривая атомы просто как материальные точки, проявляющиеся по отношению друг к другу притяжение и отталкивание, которые изменяются согласно разделяющему их расстоянию. Француз-теоретик объясняет, что далее цитата из этого следует, что если бы творцу природы просто захотелось бы изменить законы, согласно которым атомы притягивают или отталкивают друг друга, мы немедленно увидели бы, как самые твердые тела взаимно проникают одно другое, как мельчайшие частицы материи занимают широчайшее пространство, и как огромные массы сокращаются до ничтожного объема, и как вся вселенная концентрируется как бы в одной точке. На этом цитата завершена. И эта в кавычках точка, невидимая на нашем плане восприятия и материи, вполне видимо глазу адепта, который может проследить ее и видеть ее на других планах, ибо для оккультистов, утверждающих, что творец природы есть сама природа, нечто неотличимое и неотделимое от божества. Следует, что те, кто знают оккультные законы природы и знают, как изменять и вызывать новые условия в эфире, могут, не изменяя законов, работать и совершать то же самое в согласии с этими непреложными законами. Адепт латинский тот, кто достиг в оккультизме тот, кто достиг стадии посвящения и стал мастером в науке эзотерической философии. На этом декламирование отдела второго «Современные физики играют жмурки» части третьей «Оккультная и современная наука, что составила настоящий аудиовидеотом номер 49 «Тайной доктрины» завершено. Продолжение последует. В следующий аудиовидеотом войдет отдел третий, названный «Если тяготение закон». widescreen «Оккультная деклама» «Оккультная жизнь югилper ές Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение